В ряде исследований, которые проводятся со спортивными добавками, иногда можно встретить фразы типа «Наибольшую эффективность показала у новичков». Более того, это часто наблюдается и в реальной жизни, когда некоторые спортивные добавки оказывают на новичков большее воздействие, чем на опытных спортсменов. Но почему так происходит? На самом деле это можно наблюдать далеко не со всеми добавками и не всегда, а многие случаи легко объяснимы. Вообще, организм новичка остро реагирует не только на какие-то добавки, но и на тренировки и смену режима. Организм, который особо не напрягался пару-тройку десятков лет, вдруг получает нагрузку, которая превышает все привычные нормы в десятки или даже сотни раз, и организм начинает активно перестраиваться. В своих предыдущих роликах я уже рассказывал о том, что скрытый потенциал есть у любого новичка в виде потенциального увеличения существующих клеток в объеме и активации неактивных, то есть в увеличении активной клеточной массы. Не нужно каких-то мегаусилий, чтобы на начальном этапе увеличить свои силовые показатели на 20-30% и даже более. У новичка уже есть мышечные клетки, их просто нужно активировать и заполнить питательными веществами. А по мере изучения техники выполнения упражнений, вы будете формировать все новые нейромышечные связи, которые помогут вам активировать все больше мышечных клеток в каждом подходе. Проще говоря, у каждого новичка уже есть клетки, которые готовы достаточно быстро активироваться. И если на начальном этапе мы добавим в рацион, скажем, гейнер или креатин, то это значительно ускорит процесс. Не потому, что новичок какой-то особенный, а потому что потенциал его клеток на начальном этапе очень большой. И при внезапном появлении в жизни силовых тренировок, клетки легко и просто запасают в себя все, что вы им даете. В них просто еще очень много места. Добавьте сюда еще какие-то штуки типа БЦА или цитрулина, который существенно увеличивает пампинг и доставку питательных веществ в мышцы во время тренировки и прочих штук и получите соответствующий результат. Но уже через несколько месяцев начальный потенциал замедляется. Основная часть мышечных клеток активирована и наполнена. Чтобы прогрессировать дальше, нужна гипертрофия мышечных сократительных структур и параллельное наполнение клеток питательными веществами. И такого быстрого роста уже не будет. Это бонус, который дается только в начале. Также на любую новую добавку организм реагирует сильнее, чем при повторном приеме. Тот же креатин дает максимальный эффект именно в первые курсы приема. Но со временем организм адаптируется и перестает прибавлять килограмм за килограммом. Если бы этого тормоза не существовало, через 5 лет вы бы весили килограммов 300. Именно поэтому спортсмены часто делают перерывы в приеме разных добавок, чтобы снова вернуть чувствительность организма. К таким добавкам относятся креатин, гидроксиметилбутерат, бета-аланин и прочие. Хотя многие принимают их на постоянной основе и получают небольшой бонус постоянно. Кто из них прав, сказать сложно. Но обычно добавки так и так чередуются. Потому что в тренировочном процессе идет циклирование. Сейчас набираем массу, далее можно снизить жировую прослойку и поработать над рельефом, или устроить силовой цикл. Но есть ряд добавок, которые принимаются постоянно и не вызывают привыкания. Например, протеин, который является основой для роста мышц. Или тот же рыбий жир. И делать перерыв в приеме таких добавок просто нет смысла. Но это уже немного другая тема. В общем, добавки зачастую лучше работают на новичках в силу того, что у новичков гораздо больший потенциал, чем у опытных спортсменов. Плюс новая добавка для организма, чувствительность которой еще не снижена. Вот и вся математика. В описании к этому ролику вы найдете мои рекомендации по спортивным добавкам, мои полноценные тренировочные курсы и мой телеграм-канал, где публикуется только самая проверенная, актуальная и полезная информация о снижении веса, наборе мышечной массы и спортивных добавках. Не забудьте подписаться. А с вами был Александр Добромиль. Пока.